Невероятные союзники Автор Оилен Хит Глава 11 Гнев Аликорна В своих попытках разговорить упрямую лошадь, принцесса Селестия потеряла бдительность, не заметив подкрашившегося сзади сбоку человека. Он явно умел обращаться с лошадьми и обладал немалой силой. Воспользовавшись неожиданностью, он взнуздал принцессу, как обычную лошадь. Она была настолько ошарашена, что в первый момент даже не сопротивлялась. «Хорошая лошадка!» Рука человека почти ласково погладила ее шею и гриву. Оглянувшись, принцесса увидела, что ее со всех сторон обступили люди. Все они выглядели как-то одинаково неопрятно, смуглые черноволосые, одетые в грязные разноцветные тряпки. Женщины были увешаны золотом, как елки на день согревающего очага. Прислушавшись к наосфере вокруг себя, она уловила их настрой. Они показались ей кем-то вроде чейнжлингов, но они кормились не эмоциями, а обманом, мошенничеством и воровством. Как чейнжлинги, составляющие рои, так и эти вместе составляли общину своего рода племя, не смешиваясь с чужаками. — Зря ты поймал эту кобылку, Миро! — прокряхтела стоящая в первом ряду старуха. — Она-то тебе не по зубам, лучше отпусти! — И еще чего! Поймавший принцессу человек ответил грешительным отказом. — Ты посмотри на ее стати, это же редкость. У меня на нее и покупатель, считай, уже есть. С минуты на минуту приедет, я ему вон ту кобылу хотел скинуть, а за эту я втрое больше с него слуплю. — Туще она, — сказал человек, стоящий в паре шагов от старухи. — Ничего, ну-ка, малец, дай-ка мне тростинку. Принцесса не поверила своим ушам, эти люди торговали лошадьми, как живым товаром. Они держали их в рабстве и собирались продать ее саму прямо сейчас. В этот момент она почувствовала, что ей вставили сзади что-то тонкое и начали надувать. Такого унижения Селестия не испытывала ни разу за всю свою долгую жизнь, и в этот раз она очень сильно рассердилась. Принцесса коротко, но точно легнула правой задней ногой назад и вбок, и ее похититель, словив августейший пендаль, кувыркнулся в траву. Он явно не ожидал такой подвижности конечности от лошади. Сдавленные вопли и яростное шипение возвестили от точности попадания. Веревка в его руке вспыхнула и распалась пеплом. Она сбросила оптическую иллюзию, и толпа шарахнулась в сторону, увидев ее рог, засиявший ярким светом. Селестия распахнула крылья и рявкнула во всю мощь своего контрлотского глаза. Вы что себе позволяете? Лошади с испуганным ржанием разбежались по сторонам. Она притянула магии, рассеянной в атмосфере водяной пар, и накачала его энергии от проходящей поблизости линии электропередач, в считанные секунды сгустив над стойбищем и сине-черную грозовую тучу. Над головами разбегающихся сверкнула молния, гроза раскатилась по окрестностям, и к земле опустился бешено вращающийся изогнутый хобот смерча. В воздух взмеснулись шатры, тряпки, повозки, люди. Принцесса быстро опомнилась, понимая, что никто не должен серьезно пострадать. Все же она находится в другом мире, со своими законами, даже если они сейчас казались ей дикими и ужасными. Она убавила энергетическую накачку смерча, складывая весь поднятый им скраб в одну кучу. Тысячелетняя мудрость Эликорна подсказала ей решение. Ее рук засиял, и Селестия произнесла громким голосом несколько слов. Раздавшийся из кучи многоголосый вой возвестил, что ее заклинание достигло цели. Принцесса усмехнулась и дополнила натюрморт еще несколькими штрихами. Окинув удовлетворенным взглядом свое творение, она рассеяла тучи, взлетела, набрала высоту и направилась туда, где ее ждал меня автобус и охранники. Алексею Николаевичу придется кое-что мне объяснить. Сопровождающая ее охрана уже поджидала принцессу, явно беспокоясь. Они видели грозу, внезапно разразившуюся невдалеке, посреди почти что ясного вечера, и были изрядно удивлены. Явно рассерженный вид вернувшейся принцессы тоже не добавлял оптимизма. Однако Селестия не обсуждала с охраной волновавшие ее проблемы. На вопрос обеспокоенных охранников она, натянуто улыбнувшись, ответила. «Все в порядке, прогулка была замечательная». Охранники заметили на шее принцессы ленту и значок с портретом Гагарина. Обменялись удивленными взглядами, но промолчали. Косыгин встретил ее все в том же кабинете в НИИ. Пока она летала, он организовал размещение принцесс на одной из правительственных дач. Однако стремительно вошедшая в помещение Аликорн сразу заявила. «Я вынуждена задать вам несколько вопросов». «Пожалуйста, что случилось, принцесса?» Алексей Николаевич забеспокоился. «С вами все хорошо?» «Со мной да, а вот у вас не все хорошо. Почему вы скрыли от меня, что содержите в рабстве наших сородичей?» «Кого, простите?» Изумился председатель Совета Министров. «Меня только что пытались захватить и продать в рабство!» Огорошила его принцесса. «Кто?» У Алексея Николаевича отвалилась челюсть. «Ваше Высочество, прошу вас, расскажите подробнее», – попросил Серов. «Извините, но мы теряемся в догадках». Я увидела с высоты что-то вроде полевой стоянки, какой-то лагерь с повозками и разноцветными шатрами. Принцесса коротко рассказала Косыгину и Серову суть происшествия. По ходу ее повествования слушатели постепенно краснели, с величайшим трудом сдерживая хохот. Серов в итоге не выдержал и, извинившись, вышел в коридор. Он почти вбежал в туалет, плотно прикрыл двери и облегченно загоготал. Косыгин чудом ухитрился сдержаться, понимая, что принцесса возмущена до глубины души, и это дурацкое происшествие может вылиться в серьезный димломатический инцидент. Вернувшийся Серов застал их в самый сложный момент. «Позвольте мне объяснить, принцесса», – начал Алексей Николаевич. «Те лошади, с которыми вы пытались беседовать, неразумны». «Как неразумны? Они не могут говорить?» «Нет. Единственный разумный вид в нашем мире – люди. Вы говорили, что вас тоже держат домашних животных, так?» «Да, но лошади, они так похожи на нас, разве что крупнее». «Я не биолог, но полагаю, в вашем мире эволюция пошла как-то иначе, и разумным видом стали не приматы, а лошади». «Пони», – поправила Селестия. «Вообще, у нас много разумных видов. Возможно, причиной этому была магия, но...» «Да, у нас есть неразумные домашние животные». «Ммм... Я ошиблась. Но это не извиняет тех, кто пытался меня пленить». «Вот именно. Понимаете, они приняли вас за лошадь, тем более, что вы сами сказали, что изменили внешность. Я прошу прощения, принцесса, но вы столкнулись с кочевым народом, который промышляет разными незаконными делами. Они попрошайничают, занимаются мелким воровством, мошенничеством и гонократством». «Они воруют пони? То есть лошадей и продают?» «Лошадей, да. Само собой, когда факт преступления удается доказать, мы их ловим и наказываем. Но они достаточно хитры и редко совершают преступления, за которые полагаются серьезное наказание. Так промышляют по мелочи», — пояснил Косыгин. «Принцесса, поверьте, нам всем очень жаль, что вам пришлось столкнуться со социальными личностями. Я приношу вам наши извинения и прошу более не отлучаться без сопровождающих». «Понимаю. Я была неосторожна. Извинения приняты. Пошлите кого-нибудь помочь этим несчастным». «Помочь? Эээ, принцесса, что вы с ними сделали?» «Вообще-то ничего, что могло бы серьезно им повредить. Эти негодяи попытались меня надуть, и я очень сильно разозлилась». Серов поднял трубку телефона, набрал номеры в полголоса, отправил машину с сотрудниками выяснить, что там произошло. «Надуть? Они вас обманули?» «Нет, дискорд их раздери», — буркнула Селестия. «Эти мерзавцы вставили в меня трубочку и начали надувать. Воздухом. Решили, что я слишком тощая для продажи». «Ну да, я несколько месяцев плотно занималась фитнесом». Кассагин с Серовым не выдержали и захохотали уже в голос. «Ох, простите, принцесса, но вам точно не стоило прикидываться обычной лошадью». «Я уже поняла». «Похоже, принцесса и сама оценила комизм ситуации и улыбнулась». «Ну, полагаю, теперь они надолго запомнят гнев Оликорна». «Блин, мне уже страшно», — пробормотал Серов. «Надеюсь, наши ребята не обнаружат там расчлененку». «Ни в коем случае. Я была очень осторожна». Через несколько минут зазвонил телефон. Волга оперативников, отправленных на выяснение ситуации, была оборудована новой системой правительственной связи «Алтай». Серов взял трубку, послушал, затем нажал кнопку громкой связи и сказал. «Повторите еще раз». «Повторяю, весь таборный скраб, повозки, палатки, тряпки, кастрюли, собран в одну кучу и болит чем-то вроде фруктового желе». Послышалась из динамика. «Получился такой здоровенный торт. Сверху к этому торту, тем же желе, приклеены цыгане. Железо, сука, липкое. Посередине, на возвышении, приклеен барон. Весь этот торт голосит, как хурт турецкого и жутко воняет дерьмом. Похоже, они там всем табором от страха обделались». Серов, красный от смеха, многозначительно показал большой палец. Косыгин, не в силах сдержаться, молча трясся от беззвучного хохота. «Полей тяжелее водой», посоветовала принцесса. «Тогда оно перестанет липнуть. Там, поблизости на станции, стоял грузовый поезд. В одном из вагонов я почувствовал наличие подходящих ингредиентов. Ну и немного усилил эффект своей магии». «А что они говорят?» спросил Иван Александрович. «Да, ничего не понятно», доложил сотрудник. «Воют на разные голоса и умоляют снять проклятие». «Проклятие?» переспросил Косыгин. «Ну, я поняла, что это мошенники и воры и наложила на них заклятие», пояснила принцесса. «Эм, и какое?» «Заклятие честности и трудолюбия. Неснимаемое. До двенадцатого колена и передающиеся половым путем». Слегка смутившись, ответила Али Корн. «Ну, разозрилась я, простите». «Честности и трудолюбия. Гениально!» Алексей Николаевич откровенно ржал, закрыв лицо руками. Серов всхлипывал от смеха, спросил. «А вы не могли бы на наших работников торговли такое же заклятие честности наложить?» «Тогда они вообще работать перестанут». Обычно всегда сдержанный, Косыгин на этот раз не мог удержаться от смеха, и трудолюбие не поможет. Чтобы отклеить конокрадов от торта, пришлось послать пожарную машину. Принцесса предложила компенсацию за желатин и клей, использованные для приготовления жилья, но Алексей Николаевич только махнул рукой. «Да ладно, если вам удастся заставить этих мошенников работать, это стоит вагона желатина». Твайлайт Спаркл с большой неохотой рассталась с учеными. За проведенное вместе время они стали лучшими друзьями. Фиолетовая лошадка оказалась невероятно любознательной, умной и работоспособной. «У нее есть очень интересные идеи», доложил Косыгину академик Келдыш, информируя председателя Совета Министров об итогах научной части переговоров. «Иногда ее бывает сложно понять из-за разницы в терминологии, но она доброжелательна, отзывчива и очень умна. Хотелось бы сотрудничать с этой необычной расой и дальше. Научные контакты могут оказаться весьма полезны». «Принцесс разместили на правительственной даче. Некоторая заминка возникла с обеспечением продовольствия. Гости придерживались вегетарианской диеты. Известие о том, что люди всеянные, они восприняли более-менее спокойно». «В нашем мире есть всеядные разумные существа, и даже хищные, например, грифоны. Надеюсь, вы не едите, пони?» – спросила Селестия. «Разумеется, нет», – заверил Косыгин. «О том, что конину добавляют в колбасу, решено было гостям не говорить. Хватит с нас этого происшествия с конокрадами», – решил Серов. «Если они вдруг узнают про конину или кумыс, я боюсь даже подумать, как они отреагируют». Принцесса Луна скользила высоко в небе, прислушиваясь к информационным потокам в ноосфере. Она искала сон своей сестры, перебирая тысячи снов других пони, прерывая сотни кошмаров. Наконец, она поймала тонкую ниточку сна Селестии. Ей удалось удержать контакт и определить, где находится ее старшая сестра. Луна проникла в ее сон. Селестия и Твайлайт находились в очень необычном мире, населенном людьми, такими же, как то необычное существо, встреченное ею в замке Твайлайт в Понивилле. Принцесса определила магические координаты этого мира. Он оказался довольно далек от Эквестрии, и она удивилась, что людям удалось создать проход, отыскав их мир за, казалось бы, более близкими и похожими мирами. Она передала сестре послание от первого секретаря. Получив его, Селестия почти сразу проснулась, и контакт сестер прервался. Принцесса выглянула из комнаты и позвала дежурившего в коридоре охранника. «Мне нужно срочно связаться с вашим руководством. Я получила важную информацию от сестры. Ваш первый секретарь жив и здоров. Моя сестра ищет способ переправить его обратно. Мне нужен карандаш и бумага, чтобы записать кое-что важное». «Прошу вас». Охранник принес несколько листов бумаги и карандаши. «Я сейчас же сообщу товарищу Литовченко». Когда полковник Литовченко прибыл на пост, принцесса уже записала длинную последовательность единицы нулей, дополненную цифровым паролем. «Вот, это продиктовала мне моя сестра. Ваш первый секретарь просил передать это вам и тому офицеру с чемоданчиком». «Ух, ваше высочество, большое спасибо. Вы нас очень выручили». Литовченко тут же позвонил академику Лебедеву. Сотрудники Сергея Алексеевича уже подготовили микросхему для прошивки, запасной телефон и программатор. Как только коды были получены, их прошили в микросхему и вставили ее в телефон. С его помощью удалось послать код отмены приказа системе Периметр, уже пришедший в состояние повышенной готовности. «Ну, одной проблемой меньше». Облегченно вздохнул Косыгин, выслушав доклад Литовченко и тут же позвонил Келдушу, требуя поспешить с ремонтом установки. Старлайт Глимер, телепортировавшись в столицу, сразу же направилась к штаб-квартире ночной стражи. Войдя в здание, она обратилась к дежурному. Ночной пегас, Фестрал, выслушал ее показания без особого энтузиазма. «Итак, вы говорите, что госпожа обещала свою помощь этому существу из другого мира», уточнил дежурный. «Его произношение было слегка шепелявым, как у всех Фестралов из-за другого строения челюстей и зубов». «После ее отлета вдруг появился паструль Ордена и задержал вашего гостя». «Да, именно так все и было. Зачем повторять?» Старлайт, взбудораженная перестрелкой с магом Ордена, была на взводе и нервничала. «И все это произошло в Понивилле?» «Да, я же говорила. Ни в Контерлотте, ни в Мейнхэттене, ни в Филадельфии, ни в Лас-Пегацисе, а в сонном провинциальном Понивилле». «Мисс, вы уверены, что не пили лишнего на той вечеринке, о которой упоминали?» «Да вы что, издеваетесь?» возмутилась Старлайт. «Стала бы обращаться к ночной страже. Вы понимаете, что нашего гостя похитили. Его увели мак Ордена и патруль». «Я впервые слышу, чтобы маги Ордена патрулировали Понивиль», пояснил дежурный. «Прошу вас, мисс, подождите, я связуюсь с Орденом и выясню». «Ни в коем случае. Они отправились поездом, я слышала, что они собирались на вокзал. В Ордене вам ответят, что ничего не знают об этом. Нам нужно перехватить этот патруль на вокзале и освободить нашего гостя». «Простите, мисс, я могу отправить наряд на вокзал, но у меня нет полномочий, чтобы приказать отбивать арестованного патруля Ордена магов». «У кого они есть?» «Хмм, я доложу Ликтору Шэддл Сторму, но не могу дать вам гарантию, что он примет подобное решение». «Хорошо, только сделайте хоть что-нибудь». Однако Ликтор Ночной Стражи оказался сначала недоступен, а потом занят. Старлайт вся извелась, ожидая на лавочке в приемной, прямо напротив камеры предварительного содержания, где коротала ночь пара подвыпивших жеребцов. Нетерпение она начала скандалить, и дежурный, которому она уже успела жутко надоесть, приказал запереть ее в свободной камере, надев на рук кольцо блокиратор магии, чтобы она не смогла телепортироваться.